Сюжет про рыбу-меч. Вот действительно, насколько крепкие бывают природные материалы, ну, чтобы кость, ну, по крайней мере, да, там состав другой, там много кремния, но вот чтобы таким прочным был вот меч, то есть, по сути, кость рыбы-меча, это, конечно, поразительно. И вот давайте зачитаю. Ну, это было в самом начале 60-х. Не так давно рыба-меч столкнулась с американским китобойным судном «Фортуна». То есть, просто факты. Своим костяным копьем она пробила медную обшивку днища, дубовую доску толщиной в 10 сантиметров. Это, конечно, поразительно. Затем дубовое бревно шпангоута в 30 сантиметров толщиной. Казалось бы, это просто, но это пуля не пробьет. Ну, далеко не любая, да? Ну, может быть, из крупнокалиберного пулемета. Но это еще не все. Доску внутренней обшивки корпуса тоже пробило. И воткнулась в дубовую бочку с китовым жиром. В общей сложности рыба пронзила своим острым носом 46,5 сантиметров твердого дерева и металла. И это далеко не единственный случай. В Британском морском музее хранится много кусков дерева, вырезанных из бортов кораблей, застрявшими в них копьями рыбы-меча. Ну и вот пару слов о ней. Эта рыба распространена в тропических и субтропических умеренных водах Атлантического, Тихого, Индийского океанов. Но иногда она заплывает и в Черное, и даже в Азовское море. Ну, раньше, по крайней мере. Случалось, что ее вылавливали в берегов Евпатории и Алушты. Дорогие друзья, если вы мне благодарны за мои видео, за те знания, которыми я делюсь с вами, за мое время, которое я трачу на создание данных видео, то если уж вы не покупаете мои продукты, товары, приборы, то, по крайней мере, будьте благодарны настолько, чтобы хотя бы оставить комментарии под этим видео. Ведь большое количество комментариев продвигает ролик в Ютубе. И напишите, какие темы вы хотите, чтобы я осветил своих будущих видео. Помимо прочности костяного копья, это очень важно в этой связи, рыба-меч должна еще обладать и огромной силой, чтобы почти на полметра врезаться в судно с его пробития. Да, ну, там сотни килограмм мышечной массы порой у некоторых экземпляров. Ну и, разумеется, должна быть громадная скорость движения. Вспомним, что рыба-меч может плыть со скоростью 130 километров в час, то есть быстрее, чем на рывках своих достигает гепард. Вот это буквально одну-две минуты ускорения своего. Там 115 километров в час, ну, 120 от силы. В воде 130 километров в час, сами понимаете, это предельно гигантская скорость, при том, что огромная сила, масса и вот эта резкость, скорость и прочность костяного своего вот этого копья. Да, ну и при этом его колоссальная прочность, как выясняется, это, конечно, поразительно из мира вот животных, планеты, такой поразительный факт.